Это кадры событий, которые происходили накануне вечером в центре Минска. Видео шокировало весь цивилизованный мир и получило соответствующую оценку. Незаконная, заранее спланированная провокация, которая в итоге вылилась в беспорядки. Представители оппозиционных штабов, не желающие признавать результаты президентских выборов, спровоцировали беспорядки на площади независимости. Толпа до 3000 человек, большинство молодежь в нетрезвом состоянии, очень много несовершеннолетних. Провоцировала милицию, била стекла в доме правительства и пыталась выломать входные двери. В этот момент у здания находились десятки журналистов, и вот что они передавали в эти минуты в своей редакции. 22 годины, 20 хвилин, удельники акции протесту проломили двери дома у Раду, что отбывается у самим будинку невядома. Ниакого супротиву по кульняма, начале этой группы Андрей Санников и Микола Статкевич. Як поведомил корреспонденту Тутбайкера у них штабу Никляева Андрея Дмитрова, таким чином Санников и Статкевич сапсовали мирную акцию протесту, не выпадая казать проедность, зазначая наш корреспондент. Итог беспорядков. Выбиты практически все стекла первого этажа. Летели бутылки в окна второго. По словам как милиции, так и очевидцев происходящего, толпа была вооружена заточками, ножами, газовыми баллончиками, емкостями с бензином. Командовал толпой один из кандидатов в президенты. В этот момент журналисты ОНТ находились в здании правительства и вот как все это выглядело. Бесчинство оппозиции временно блокировали работу. У нас в основном девушки работают, женщины. И даже, скажем так, определенная доля страха присутствовала, когда ломают двери, разбивают окна. Причем люди явно не управляющие своими эмоциями. Это было достаточно так нервозно. Но, тем не менее, мы работали нормально до тех пор, покуда не отключили электроэнергию. В этот момент, естественно, зависли наши компьютеры, отключились наши средства связи. И поэтому некоторое время центральная комиссия просто-напросто была парализована. И мы не могли получать и обрабатывать ту информацию, которая необходима избирателям для того, чтобы узнать результаты голосования. В толпе находились и некоторые претенденты на пост президента, в частности, Владимир Никляев. Кстати, оппозиционные кандидаты не единожды еще накануне заявляли о своем стремлении спровоцировать беспорядки. Вот аудиозапись беседы Статкевича с одним из журналистов. Мы окажем давление на власть. Если власть не будет поддаваться этому давлению, ну что ж, ну, будем стараться сами сделать новую власть. Один из зачинщиков несанкционированной акции Владимир Никляев, как сообщил его пресс-секретарь, получил накануне во время беспорядков черепно-мозговую травму. Как выяснилось, Никляев действительно находится в больнице, однако его травмы это лишь царапины и синяки. Перспективно абсолютно здоровый человек. Речь идет о легких травмах, вполне совместимых с жизнью, абсолютно никаких проблем с его здоровьем в перспективе не будет. Мы демонстрировали ушибы мягких тканей лица, затылочной части головы. К счастью, к нашему обоюдному счастью, что называется, думаю, что к счастью пациента, ни компьютерная томография, ни головного мозга, ни все обследования, которые мы провели, полный комплекс, который позволяет больнице скорой помощи, она позволяет провести на полном соответствии всеми мировыми, скажем так, стандартами, мы патологии, слава богу, не обнаружили. Поэтому после обследования в отделении мы пациенту рекомендовали амбулаторное лечение. Насколько по моей информации пациент отказывается уходить в амбулаторное лечение. Похоже, Никляев решил просто-напросто отсидеться в больничной палате, хотя сам активно призывал к незаконным действиям. Кстати, вот как оценивают эти события интернет-пользователи. Это цитаты не государственных официальных сайтов, а оппозиционных порталов. Санников, трусливый и ничтожный аферист, которому власть дороже, чем люди, и который подставил тучу людей, и из этого понятно, что получилось. Вас увели на поле поражения, на явную провокацию. Скажи спасибо ведущему вас горластому Коле Статкевичу, припоздавшему и стоявшему за памятником Ленину, Санникову. Никляева побили? Не верю. Кому он нужен? Если бы его ОМОН хоть пальцем бы тронул, у Никляева ни одной бы кости целой не осталось. Где синяки, фингалы, где поломанные руки, ноги, врет Никляев и его команда. Дешевый пиар. Объективно понятно, что все эти события просто-напросто способ для оппозиции обратить на себя внимание. Увы, ценой такой послевыборной кампании оппозиции стало здоровье многих людей. Нетрезвая молодежь спровоцировала столкновение с милицией и на Немиге. У милиционеров не было при себе ни спецсредств, ни оружия. И когда толпа начала наседать, в первую очередь пострадали сотрудники милиции. Сбили с ног. Не знаю. Не видел толком. Сразу начали бессить. Очерепно-мозговая травма. У второго имеется очень сильный ушиб правого предплечья. И третий пораженный, или поступивший, будем так говорить, получил травму правого коленного сустава и правого бедра. Два автобуса в плотном кольце людей двигались в сторону Октябрьской площади. Правонарушители были в состоянии алкогольного опьянения. Милиция остановила подозрительные автобусы для досмотра. Вот поэтому, пожалуйста, освободите машину. Не надо нашу машину смотреть. Я вам скажу, что мы на этой машине радиоаппаратуре. Мы куда бы не пройдем. Вы нарушаете закон. Отгоните машину. Мы требуем машину. Отгоните машину. Отгоните машину. Не создавайте инцидент. Все. Раз, два, три. Народ. Раз, два, три. Не создавайте инцидент. Народ, партий. В итоге нашли железные прутья, дубинки, бинты, газовые баллончики. Все это было предназначено для участников несанкционированной акции. И последствия могли быть более серьезными. Газовые баллоны, которые могли осуществляться в качестве детонатора и могли производиться взрывные устройства, были обнаружены. И в настоящее время создан материал. И проводится официальная проверка. Мы можем говорить только о визуальном осмотре. О том, что там имеются фомки, там имеются арматуры, биты и, так скажем, иные вещи, которыми могут наноситься телесные повреждения. О полном количестве сейчас идет осмотр. Мы не можем пока вам ничего сказать. На законные требования правоохранительных органов преимущественно молодые люди отреагировали весьма агрессивно. Они двинулись на сотрудников милиции и применили против них все имеющиеся у них подручные средства. Это были палки, камни, удочки. Незаконные действия оппозиции вмешались и в жизнь минчан. Несанкционированные выступления блокировали движение транспорта. Жители Минска не могли добраться домой. От действия оппозиции пострадала и пресса, в том числе и сотрудники нашего телеканала. Весь вечер милиция проявляла лояльность и лишь после того, как начался штурм, была вынуждена применить силу. После того, как толпа рассеялась на брусчатке площади, осталось то, что еще раз свидетельствует. Акция была отнюдь немирной. Газовые баллончики, заточки, многое другое. Песчинцевала толпа. Толпа, которая, значит, преследовала эгоистические цели. Толпа, которая была неуправляемой, сметала все на своем пути. Крошила, била, ломала, оказывала сопротивление законным представителям власти. Сбуждено уголовное дело по статье 293 Уголовного кодекса. Это массовые беспорядки. Срок наказания по данной статье предусматривает лишение свободы 15 лет. Пострадало более 30 сотрудников милиции. Доставлены в различные медицинские учреждения с различной степенью тяжести телесных повреждений. Начиная от поломов ног, поломов рук, избитых, значит, других частей тела, перебитые носы. У некоторых сотрудников серьезные черепно-мозговые травмы. Разбиты 4 видеокамеры. И что самое позорное и мерзкое, даже одна видеокамера была этими лицами похищена. Безусловно, мы знаем конкретных подозреваемых. Они у нас есть. Я сейчас не буду назвать фамилии, наверное, в этом нет необходимости. Но пройдет совершенно, ну, сутки, может быть, максимум. И мы назовем этих лиц, которые призвали вот эту бесчинствующую толпу сюда прийти на сначала Октябрьскую площадь. Я должен больше вам сказать, все это началось еще с 19.00 на улице Немига. Когда, значит, известный кандидат президента уже тогда начинал готовиться к тому, что мы сегодня имеем и чему даем сегодня оценку в рамках уголовного дела. Поэтому мы начинаем отсчет вот этого бесчинства с 19.00 на улице Немига, где присутствовал кандидат президента господин Некляев. С точки зрения международного права и закона всех без исключения цивилизованных стран, подобные акции неприемлемы, незаконны и уголовно наказуемы. Аналогичные сценарии уже были в Молдове, Кыргызстане и некоторых европейских странах. Кстати, там полиция действовала куда жестче, чем белорусская милиция. Предварительная правовая оценка того, что происходило накануне в Минске, уже дана. Я хотел бы заметить, что Генеральная прокуратура выносила предупреждение в адрес тех лиц, которые призывали выйти после окончания голосования на площадь и провести это несанкционированное массовое мероприятие. Мы делали все для того, чтобы и прокуратура, и другие правоохранительные органы, для того, чтобы предупредить подобного рода незаконные действия. Названа статья 293-го уголовного кодекса. Она действует давно, предусмотрена давно в уголовном кодексе. Она общеизвестна. И очень жаль, что ее в Республике Беларусь необходимо применять, что по этой статье надо проводить расследование. Безусловно, в процессе следствия должна быть установлена вина и ответственность каждого лица. И уже в зависимости от результатов будет решаться вопрос о привлечении виновных лиц к ответственности. Зачинщики задержаны. Проводится расследование.